Художественная гимнастика Мы приехали в центр олимпийской подготовки, перепутали двери, потому что первый зал, который сразу виден при входе, это зал спортивной гимнастики. Надо было повернуть направо, а там был еще такой длинный-длинный коридор. И пошли прямо по этому коридору, так пришли в зал по художественной гимнастике. И тоже меня спросили, нравится-нравится? Да, мне нравится. Ну и все, решили остаться там. Сколько лет вам тогда было? Пять. Восьмичасовые тренировки по будням и строгие диеты. Спорт – это самодисциплина и борьба с самим собой. Но сильный характер и огромное желание девочки побороли все «но и зачем» и привели на Олимпийские игры. Перед самой собой как-то неудобно чем-то заниматься долго-долго, потом сказать «Ай! Да ну его!» Спорт учит взрослеть раньше времени. Да, сто процентов. Все равно очень большая ответственность на тебе даже в 15 лет на чемпионат Европы, на соревнования выходить. Когда пять тысяч зрителей на тебя смотрят, все равно это работать над собой, над психологией, это тоже непросто. Все испытания в жизни нам даются во имя развития и новых высот. Терпение всегда получает вознаграждение. Случалось так, что в 2011 году спортсменка перенесла операцию на сердце. Тогда пришлось все начинать заново. Мне нельзя было банально волноваться, мне нельзя было наклоняться вниз, мне нельзя было ни в коем случае быстрым шагом ходить. Самое главное, мне нельзя было болеть. Это был январь, зима. И я месяц практически вообще с дома не выходила. Вот спустя три месяца я пришла просто в зал. Мне настолько казалось все чужим, хотя прошло не сильно много времени, и все действительно пришлось пройти сначала. Для Екатерины Галкиной художественная гимнастика – это прежде всего искусство, а потом спорт. Безупречная техника, скучна без эмоций, а рассказывает на языке пластики свою историю зрителям и придумывает новое – вот что захватывает гимнастку. И поклонники, и судьи ей отвечают взаимностью. Не очень так давно в Роцлаве, после соревнований, я почему-то решила помыть голову в раковине. Внутрь мне звонит телефон, неизвестный номер. Это была судья. Звонила просто сказать спасибо. Спасибо за эмоции, в первую очередь. Не часто услышишь такие вещи. Испания фанатеют от нашего вида спорта. И на галашоу собираются невероятное количество людей. И потом все вот эти фанаты, они пытаются хоть как-то спуститься к нам вниз. Нас всегда ограждают, нас выводят из полиции, потому что просто могут затоптать. Но все равно это очень приятно. Девочка как-то прислала письмо с просьбой отослать ей обратно автограф. Вместе с этим прислала мне пакетик чая, календарик. По-моему, ручка, чтобы так не соврать. Это тоже так интересно. Детки стараются, пишут. Чтобы день прошел на высокой ноте, мы решили взять у Екатерины Галкиной мастер-класс по зарядке. Ноги на ширине плеч. Начинаем. Давайте разомнем тогда плечевой пояс. Просто круговые движения назад. Потом размять шею. Вправо, влево. Бедра стоят на месте, а пояс получается как отходит. Выпады. Вперед. Назад. Какие у вас хобби есть интересные, помимо спорта? Очень люблю фотографироваться. Притом я люблю устраивать иногда сама съемки. Задумывались, может быть, о том, что будет, когда закончится спортивная карьера. Может быть, действительно есть что-то, что очень помимо спорта привлекает дизайн, одежда, я не знаю, музыка. Вот вы прям в точку попали. Интересное, прям такое направление отдельное, имиджмейкер. В общем, собирает целую картинку. И я бы хотела потом, когда я закончу спорт, поучиться в этой сфере и попробовать двигаться дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok